Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь 24. С вами Анна Маскаленко и перейдем к выпуску. Проехать будет проще. Движение по четырем полосам открыли на четырехкилометровом участке Чуйского тракта от Новоалтайска в сторону Биска. Такие изменения увеличат пропускную способность трассы в три раза. Новая проезжая часть расширилась до 14 метров, по 7 в каждом направлении. Между ними обустроили полосу безопасности с распределительным барьером ограждения. Строителям предстоит завершить установку освещения и нанести разметку. Напомню, ремонт участка начали в мае прошлого года. Общаться, учиться и работать с помощью силы одного взгляда. В Алтайский край привезли уникальное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его протестировали в одной из речевых студий Краевой столицы. Подробности в следующем сюжете. Если нажать на кнопку, кролик начинает прыгать совсем, как настоящий. В Барнауле появилось оборудование, которое помогает людям с ДЦП, синдромом Дауна, травмами позвоночника и другими заболеваниями развивать моторику и общаться. Это тоже средство дополнительной коммуникации. Это предназначено для детей, которые могут нажимать на кнопки, которые, например, не могут сами говорить, но, в принципе, они могут с какими-то простейшими предметами работать. То есть это игрушки, они движутся, они издают звуки, они яркие, привлекают внимание. Это тоже одно из средств реабилитации. Для взрослых есть более продвинутые технологии. Айтрекинг позволяет управлять компьютером лишь движением глаз. Пользователь может без посторонней помощи совершить любые действия. Например, читать новости в интернете, просматривать видео, работать с текстом или общаться в социальных сетях. Возможности для ребят, которые не могут рукой показывать, указать что-то, выбрать какими-то символами, картинками пользоваться, могут действовать только глазами. И таким ребятам показано, например, обучение в школе с помощью айтрекера. И это совсем другие возможности. Оборудование разработано для дома. Оно компактное и легкое в использовании. Однако небольшое устройство дает людям, которые лишены физической способности говорить, возможность общаться. Полина Бурнашова, Илья Алексеев. Новости. А сейчас поговорим о добрых делах. В Краевой столице волонтеров призывают помочь пожилым людям убрать квартиры и придомовые территории, доставить продукты и лекарства или организовать для них концерт. В Краевой столице пройдет конкурс «Прояви заботу». Чтобы поучаствовать отрядам добровольцев, нужно отправить заявку с 15 по 30 сентября в Комитет по социальной поддержке населения Барнаула на их электронную почту. Вы видите ее на экране. Конкурс будет проходить в рамках месячника пожилого человека. О насущном. Только магнитные бури закончились, как пришла новая беда. Начался период злополучного ретроградного Меркурия. Астрологи считают, что эта планета оказывает негативное влияние на людей. С большей, чем обычной вероятностью возможны конфликты дома и на работе, выход техники из строя. Может ухудшиться самочувствие и испортиться настроение. Усиливает сомнительность и тревожность. Как избежать этого наверняка? Точных ответов нет. Но специалисты советуют уходить от конфликтных ситуаций, замечать и гасить в себе всплески гнева и сократить круг общения до близких людей. Влияние ретроградного Меркурия продлится до 2 октября. Кстати, успокоить в себе вспышки гнева хорошо помогает спорт. Всех желающих барнаульцев приглашают на беговые тренировки в сентябре. Их проведет Екатерина Клопцова, мастер спорта по легкой атлетике, 11-кратная чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту, тренер бегового клуба «Пробег». Тренироваться с профессионалом можно будет весь месяц по понедельникам и средам в 19.00 в парке Изумрудный. Пожалуй, хорошая возможность для начинающих заняться бегом и научиться делать это правильно. Жду всех желающих, любителей бега, в понедельник на тренировку. На тренировке вы узнаете, как начать бегать, получая удовольствие от тренировок. Объясню принципы рациональной техники бега. Разберем основные ошибки новичков в беге. Постараюсь делать так, чтобы бег стал постоянно спутником в вашей жизни. На тренировке вас ждет работа над техникой бега и небольшой беговой функциональный блок. Также бесплатные тренировки в Октябрьском районе организуют советы ТОС в рамках проведения занятий в комнатах здоровья. В понедельник и четверг на Беляево 7, во вторник на Калинино 5Б. И на этом я с вами прощаюсь. Напомню, что все новости можно всегда найти на нашем официальном сайте katun24.ru. Не переключайтесь, увидимся.